Доброе утро! У кого-то может даже день, в зависимости от того, где кто живет. Так, сегодня я приготовила. Полимерный дракон я сегодня буду использовать. Выберу локоны, которые мне больше подойдут для прически моей куклы. Также мне понадобится... Иголка с широким ушком. Но если мы сегодня успеем доделать, может, мы несколько рядов сделаем, а дальше будет видно. Но все равно для следующего этапа парика нужен клей, какой у вас там есть в наличии. И тот, и другой, в принципе, неплохие. У меня вот такая керамическая плиточка, но можно использовать и пластиковую. Но керамика лучше всего. Вот. Вот такой инструмент. Можно, в принципе, использовать иголочку. Ну, чтобы поддевать локоны. И им же мы будем приклеивать, чтобы меньше пачкать руки. Так. Основа для парика, которую мы сейчас доделаем с вами. Вчера мы ее начали делать, а сегодня мы ее доделаем. Убираем нашу нитку, которую мы вчера не убрали, кстати. Вот она у нас все это дело высохла. Сейчас мы будем дальше. Простой карандаш еще нужен. В принципе, по идее, и все. Такую иголочку надо взять. Парик небольшой, объем небольшой. Ну и локоны предварительно покрашены. Это коза на шкурке у меня. На самом деле, я это не часто практикую. Я делала там несколько париков. Причем делала из козы. И делала также парики с этого. Кажется, так и свет будет лучше. Из козы и с овечки. Я, пожалуй, оставлю вот эти локоны, которые покороче. Потому что это довольно-таки очень длинные для вот этой куклы. Я сейчас приложила объем, ну, длину, да. Но получается ниже попы у нее волосики. Так что я оставлю, скорее всего, покороче. Но сейчас они пока нам не надо. И ножницы. Естественно, сегодня однозначно нам нужны ножницы. Делаем мы... Рисуем, как мы будем вырезать нашу основу для парика. Пол ушка. Ну, а здесь уже нам ниточка подсказывает, как у нас должно быть... Должно быть выше. Потому что здесь у нас же голова поворотная. И вот мы в том месте, где у нас поворот, мы делаем небольшую такую выемку. Плавный лучше переход сделать, потому что волосы будут длиннее и короче. Подстригать мы их не сильно сможем. У нас завитки, локоны. Если ровно, из шерсти делайте, то, в принципе, можно и подстричь. Просто ряды, чтобы удобно было клеить. Сейчас лучше проверить, прежде чем мы будем это все дело резать. Вот у нас заклеилась капитальная наша веревка. Чуть-чуть, чтобы ножницами можно было подлезть. Лишнюю удаляем. Пока удаляем по ниточку, а потом будем подрезать уже... Смотрите, не порежьте саму куклу. Придется вам ее переделывать. Смотрите, чтобы голова свертелась. Насколько мы можем сделать тут заднюю часть. Голова по-прежнему была поворотной. Давай поверти. Я ее не буду распаковывать, потому что я буду на нее мерить еще волосы. Голова вертится. В принципе, недостаточно. Чуть-чуть, наверное, подрежу. Так. Вы... Вы... Вот здесь мы делаем Убираем лишних почитателей моего творчества Вот снимаем нашу основу для парика У нас получилась вот такая вот каска Без куклы подравниваем, более ровные края делаем Ну, честно говоря, их-то и не видно, в принципе И начинаем делать ряды, которых... То есть первый ряд будет здесь, второй ряд будет вот так у нас идти Первый ряд будет идти прямо по краю Что-то здесь мокрое Странно Пока мы только расчертим ряды, которые будут идти вот так по кругу А сверху я, знаете, я раньше клеила, мучилась А теперь я стала там прошивать И там уже... Ну, середину-то все равно надо отметить Где у нас будет ряд Чтобы он видно вроде было и не видно, да, называть сразу Еще один клееный ряд А там уже будет видно, будет ли этот ряд клееный или уже с прошивкой Ну, это приблизительно, это не факт, что именно эти ряды будут Что-то тут намочила где-то, сейчас я положу до сохнуть А мы пока с вами начнем подготовку локонов Сейчас будем готовить локоны Берем плитку Берем нашу шкурку, которую мы будем использовать Возьмем вот эту часть, где подлиннее Ну, чтобы у нее длинные полосики были И начинаем готовить Мы делаем вначале полосочку из клея Не очень длинную, чтобы клея у нас не подсыхал Вот, где он Где подсохнет Начинаем отрезать лока Вы знаете, я раньше это пальцами делала Но потом я нашла такой чудесный инструмент у себя Инструменты для лепки И стала делать таким образом Очень удобно Очень Очень-очень классно И вот такая вот муторная работа Это не быстро происходит Мы раскладываем наши рядочки Мне так удобно Если кто-то предлагает варианты полегче Я пробовала всякие разные варианты Мне вот этот вариант удобнее всего оказалось Прошивать это лишний объем получается Делать трессы Мне не понравилось Я пробовала Мне понравился именно вот этот клеевой вариант То есть делать трессы только с клеем Потом я выравниваю все лишнее И у меня получаются довольно-таки Хорошие трессики Они никуда не высыпаются Держатся все Честно говоря Когда делала Предыдущий парик С этих же локонов Кстати Я долго тут Выражалась По этому поводу Это конечно работа такая кропотливая Не быстрая Честно скажу Быстро парик не делается У меня например уходит До пяти часов Я могу сесть И пять часов заниматься Только одними локонами Крайне мере у меня Прошлый опыт у меня был вот такой Быстро я это не делаю Потому что я еще и прошиваю верхнюю часть У меня еще такой момент есть Я не люблю рисовать куклу Без волос Когда я не вижу Как она будет выглядеть Для меня сложно Сделать лицо То есть я ее образ вижу Уже когда она Вот у меня вчера Я делала коротышек Ну прям много делала коротышек В том числе и доделала Ну не доделала В процессе у меня гороскопы Там остался скорпион И стрелец И вы знаете Я долго не могла решить Какими они будут Мальчиками или девочками В конечном итоге Стрельца я решила сделать Что это будет мальчик Причем блондин Причем в каком-нибудь немецком стиле С подтяжками Толстенький Почему-то мне захотелось Такого стрельца Я его увидела таким А вот А скорпионы я увидела девочкой Это после того Когда я уже сделала им прически И теперь вот этот момент Должен немножко подсохнуть Но чтобы не терять зря времени Мы переворачиваем плиточку И делаем то же самое С другой стороны Выкидываем все лишнее Чтобы нам не мешалось Распределяем локоны Полосочкам Я промазываю сверху и снизу Сразу, чтобы они не высыпались А что это делаемthis А числам И еще Сразу А что это делаем Через Вы знаете, я давно же подумала, что у нас не было рубрики Плюшкиного дома Причем у меня есть что показать Пришли новые книги А я что-то тут подзависла В декабре мы начнем дальше продолжать строить Репуляндию Планируется строить дальше Репуляндию Закончим наш долгострой Причем мне самой интересна именно уже вопрос декора, украшения и прочего прочего Тут еще у нас сохнет наш процесс Наш процессик еще сохнет И продолжаем делать дальше Тут у меня клей подсох Я его еще и брала ко всему прочему На нужды Приведущих этих Приведущих этих Вот эта длина Если на предыдущей большой кукле 30-сантиметровой Это была короткая, пышная, такая кучеряевенькая прическа То на этой кукле это будет прическа Для длинных волос Пока ничего не подсохло, к сожалению Берем нашу основу для парика Я обычно беру какую-нибудь бутылочку Чтобы Это мои бутылочки Бутылочки от меня сбежали Сейчас, секунду Пытаюсь добраться До бутылочки Как раз пока посохнут наши волосики Продолжим с вами Наша конструкция Итак С этой стороны у нас была первая Для прошивки, конечно, надо их лучше высушивать Потому что нам нужен только кончик И очень маленькие локоны Мы делаем ровную полосу Начинаем клеить И вот здесь обычно чуть-чуть подсогинаем Когда видимая часть Продолжение следует... И вот такая вот работа Кропотливая, долгая Она у нас будет Очень долго проходить Я вам сейчас покажу несколько рядов Потом я доклею Когда будет остальная Другая часть работы Я покажу, что дальше делать Если у вас клей совсем высох Вы его прям подклеивайте Сверху я еще нанесу клея Чтобы убирать то, что вылазит Смотрите, длина волос нашей куклы Будет получаться Довольно-таки не короткая Сейчас оно, конечно, не видно вообще Что-то такое получается В процессе я примеряю и смотрю Тут у меня же клей подсох Его уже можно чуть-чуть И промазать Вот, смотрите Мне нравится вот этот край Я сюда еще немножечко добавлю Прямо Волосики И с этого края тоже чуть-чуть добавлю Небольшой локон Первый ряд у нас готов Убираем все, что вылазит Все лишнее Сразу же убираем Лишнее убрали Теперь Знаете, я проклеиваю этим Моментом Конечно, люблю поменьше тюбики Но не знаю, куда я их делаю Вот Я очень тоненькую линию Вот здесь провожу Сверху Чтобы волосы еще Были фиксированы Опять-таки же Моим инструментом Я это все Примазываю Не ручками Не пальчиками А именно инструментом Честно говоря Я уже подустала С рук Это все обтирать У меня после каждой поклейки Ужасное состояние рук Пошли-поехали дальше И так все остальные ряды Делаем Если у вас есть время Сидите Смотрите Как мы делаем Все остальные ряды Если есть вопросы Задавайте В прямом эфире Я потом на них Честно говоря Я не отвечу Потому что я забуду О чем там была речь Потому что это прямой эфир О чем говорится В прямом эфире Не всегда вспомнишь Никогда не помешать Макет на нос Чтобы убрать лишний клей Чтобы он Не мешался Тут еще и краска Вот Кардаш нам пока не нужно Кардаш нам пока Так Каждый раз Я раньше краешек Так не заклеивала А сейчас поняла Что это даже Классно получается Поехали дальше Кто-нибудь написал Интересно вам или нет Отрываем Тут оно уже хорошо Подсохло Прямо даже неплохо К ножницам Не будет уже цепляться Скажем так Поддержал бы Кто-нибудь разговор Так Большой пробелчик Делаем еще один И все то же самое До макушки То есть не сбиваемся С ритма Делаем сразу Локоны Потом их проклеиваем Пошли-поехали И волосы Кстати Благодаря Вот То что тут Сразу вытащили То что не проклеилось Все А дальше мы Еще раз Фиксируем Слоем Спасибо большое Девочки Далее Промазываем Вот этот ряд Фиксируем Еще покрепче Оно когда Все-все-все Хорошо Порасохнет Все равно Какие-то волоски Еще повылазят Но Будет уже Капитально И крепко Держаться Причем Приведущую куклу Даже можно было Расчесывать Таким Глубоким Ну Широким Гребнем Скажем так И давайте Посмотрим Приблизительный Примерку Что у нас Получается Сделаем Наша девочка Чуть-чуть Уха Замялась Вот оно У нас Получается Вот с такими Длинными Волосиками Смотрите Да Какая разница Приведущая кукла Если вы смотрели Обзоры Это те же самые Локоны Но у нее Получилась Очень короткая Прическа А у этой Получается Длинная Потому что Кукла 20 сантиметров И 30 сантиметров Это совершенно Разные Разные Размеры Разные Волосы То есть Если бы я взяла Вот эту шерсть Да Вот эту То Были бы у нее Вообще Прям Ниже попы Волос Взяла Покороче Локоны Они Получаются Тоже Длинные По По Талию А там Наверное Вот такие Были Знаете На самом Деле Я Шкурки Еще Вот Как По Я Еще Сама Не Покупала Толком Один Раз Я Купила Заказала В инстаграме Но мне так Не понравился Сам продавец Хотя Шкурки У него Хорошие Ну Его Сложно С ним Работать Скажем Так Ну В общем А остальные Кусочки Мне просто Подарили Вот Ну Дарили Много Мне кусочков Надарили С тем Размером Которые И объемом Я работаю И у меня Столько Волос На самом Деле Еще Овечки И всего Остального Я думаю Что Мне пока Не надо Больше Покупать И выбрать Продавца Девочки Рекомендуют Там Где Взять Я еще Не готова Сказать Что Да Это Продавец Супер Там Хороший Я Как Сама Я еще Лично Не Покупала Однозначно Лучше Брать На Шкурки Потому Что Удобнее Красить Они Не Рассыпаются И Меньше Потери Потом Вычислили Ненужный Пух И Все Красить Это Я Для себя Подчеркнула Это Мне Понравилось То есть Покраска Самостоятельная Тот Цвет Который Нужен Покупаете Упаковку Несколько Упаковок Краски Краски Красить В разные Цвета Причем Я же Показывала Не так Давно В каком То Обзоре Я Показывала Всякие Разные Цвета Которые Я Накрасила Получились Довольно Таки Очень Интересные Так Зачищаем Нашу Плитку Чтоб Нам По Шкребушке Я знаю Что Некоторые Этот Звук Не Переносит Такая Грязная Работа После Него Приходится Потом Тщательно Я Ее Не Придумала Вот Я Вчера Или Позавчера Выходила В эфир На Самом Деле Все Вот Эти Моменты Если Бы Придумала Я Говорила Это Мой Там Это Я Придумала Наверное Бы Наверное Я Эти Идеи Продавала Скажем Так Но Так Как Это Придумала Не Я Это Все Можно Найти В Ютубе Все Эти Моменты Просто Что-то Сделать Для Себя По Поудобнее И Что-то Где-то Упростить Где-то Наоборот Посложнее Сделать То На самом Деле Это Все Есть В Интернете Каждую Вот Например Моё мнение Если Не полениться Поискать Так же Как я Сейчас Показываю Это Кто-то Придумал Это Кто-то Делает Это Не Сложно На самом Деле Я Здесь Показываю Какая-то Другая Девочка Это Показала На Ютубе Я Увидела И Решила Попробовать Что-то Я Взяла Для Себя Кто-то Честно Говоря Недобросовестно Просто Берут С Ютуба И Перепродают Как За Свой Мастер Класс Я Этого Вообще Не Понимаю Салфеточные Парички Уже Давно Я Просто Не Конкретно Я Просто Долго Не Решалась Подойти К Этому Моменту А Потом Я Смотрю Овечки Все Меньше И меньше Становится В продаже То есть То что Я Приваливала Волосы Вот Я Стала Задумываться Ну Меняется Система Меняется Технология Меняются Эти Надо Попробовать Прям Надо Это Необходимость Была Попробовать Это На самом Деле Так Ну И В общем Я Пришла К тому Что Наверное Мне Пора Попробовать Эту Козу И Начать Работать На клей Переводила Не знаю Где Она Тоже В каком-то Эфире Показывала Вот Но Она Обычные Трессы Я Делаю Трессы Клеевые Ну Как Она Из Обычных Тресс Переклеивала Их Потому Что Это Лишний Объем Уходит В отличие Когда Нитки Там Есть Я Клеила Ниточные Мне Конечно Не очень Понравились Потом Некоторые Парики Прошивают То есть Каждый Локон Иголкой Вставляют Ну И Получается Что Прям Оттуда Растут Я Сделала Ряды И Верхушку Прошивал Потому Что У меня Верхушка Клеенная Никогда В жизни Не получалась Честно Точнее Говоря Она Может Для тех Кто Покупает Мою Работу И получалась Но Я Была Этим Недовольна Мне Не Нравилось Ряд Не Нравился Я Сделала Верхушку Именно Прошитую Вот То Много Много Всякого Вот Если Я Честно Говоря Я Сейчас Еще ряд Проклею И Покажу Вам Мои Вдохновения Я Вчера Сидела И 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 Для Коротыш Вот И Я Сидела И Думала Где Я Все Таки Вдохновляюсь Если Я Не Вдохновляюсь Чужими Работами На Самом Деле Меня Редко Когда Может Что-то Зацепить Я Б Сказала Я Б Хотела Такой Попробовать На Своей Кукле Нет У Меня Такого Честно Скажу Нет Я Б Хотела Идея Классная Мне Фасончик Понравился Какой Это А вот Хотела бы Я Применить К своей Кукле Или Нет Я Предпочитаю Вдохновляться У Иллюстраторов Я Знаю Что Те Кто Долго Со Мной Наблюдают Знают Мою Страсть К Иллюстрации Где Я Собираю И Черпаю Это Вдохновение Переворачиваем В Другую Сторон Также Конечно На Ютубе Много Всяких Познавательных Видео Много Чем можно Воспользоваться Все Это Свободном Доступе Называется Ищите Не Хочу Да Здесь Тоже Многие Девочки Делятся Своим Опытом Я Считаю Что И Правильно Правильно Когда Берешь Этот Опыт И Потом Говоришь Что Это Я Сам Придумал Так же Как Выкройки Например Мне Когда Говорят Я Хочу Купить У Вас Выкройку Ну То Вы Не Хотите Ее Сами Рисовать Хотите Купить У Меня Я Говорю Хорошо Я Вам Продам Выкройку Но Предварительно Посмотрите На моем Канале В Ютубе Как Собирать Эту Куклу По Моей Выкройке Может Вы Ее Сами Попробуйте Нарисовать Нет Это Уже Ваше Дело Тогда Собирать И Это Если Нет Вы Не Хотите А хотите Получить Готовое Тогда Да Берите Покупайте Я Даю Альтернативу Попробовать Самим Я Помню Те времена Когда Я Придумывала Свою Куклу Ну Свою Выкройку Насколько Я Распечатывала Просто Свободного В свободном Доступе Выкройку В интернете Смотрела Все эти Изгибы Все эти Загибы Как Проходят Линии Что-то Я Пробовала Шила По этим Выкройкам Была Недовольна Перечерчивала Я Такой Ворох Бумаги Перепортила Перелопатила Это Все Пока Не пришла К той Выкройке Которая Мне Больше Всего Понравилась Причем Я Больше Скажу Я На днях Задумалась Когда я Сделала Куклы 20 Сантиметров То есть В принципе По сути Дела Выкройка Та же Самая Которая И большие Я их Просто Уменьшила В размерах И уже Уменьшила Их Отксирила И просто В меньшем Размере Напечатала Тут у меня Тоже Возникли Вопросы И мне Пришлось Кое-что Переделывать Потому что Я стала Покупать Колодки И вот Я сейчас Задумалась О том Что Мне надо Переделать Ступню У кукол Для меня Под те Колодки Которые Я покупаю Не совсем Устраивает Не то Что Не устраивает Мне даже Не нравится Можно сказать Надо Чуть Чуть Поменьше Сделать Максимум Прикладывать Свою Фантазию Логическое Мышление И у вас Все Получится И пробовать Не бояться Пробовать Не думать О том Что Вы Вот Сейчас Хоп Сделали Идеальную Работу Это На самом Деле Не так Она Никогда Не получится Идеальной И Тут Только Опыт Опыт Во всем Опыта Будь ты Врачом Там Тоже Опыт Будь ты Там Электриком Это тоже Опыт Сразу Не станешь Там Супер О У меня Даже Шерсть Здесь Вот Искать Искать Что-то новое Новое Всегда Надо Нельзя Останавливаться На одном На том Давайте Сейчас Чуть Подсох И Покажу Где Я искала Вдохновение Вдохновение Иллюстра Иллюстрации Любви Любови Что-то Я заговорилась У меня Представьте Это как говорится Ереминой Вот Мне тут Конечно Классно Тут Вообще Книжку Открываешь Она уже Эмоции Дает Такие Что Вот Здесь Тут Все эмоции Детей Хитренькие Нехитренькие Радостные Вот Это Мне вообще Нравится Видно Вам Или нет Всем Привет Привет Здесь Всякие Сладкоежки Зайцы Кролики То есть Вдохновение Черпать Не хочу Тут С открытым Ротом Ничего Я искала Здесь Все эти Эмоции Начиная От взгляда Когда я Начинаю Рисовать Рисовать Коротышек Я их Конечно Продумываю Вперед Когда у них Уже Есть Волосы Общий вид Румянец Когда я делаю И тогда Вижу Что будет Что будет Дальше С моей Коротышкой Здесь А тут На днях Я получила Новую Книжечку Новую Книжечку Называется Что Можно Делать С облаками Облаками Скажем Так Облака Я обожаю С детства Облака И деревья Это у меня Есть такие Причуды Вот Я даже Когда маленькая Была Дедушке Говорила Давай Посмотрим На облака И поплачем Около Этого Дерева А потом Только Пойдем В садик То есть У нас Дедушка Был Определенный Ритуал Когда Мы Ходили В садик Вот У меня Были Свои Причуды Я Своеобразный Ребенок Была Очень Избалованный Любимая Девочка У дедушки С бабушкой Так как Мои родители Служили На севере А меня Оставили С бабушкой И дедушкой Ну это Был Советский Союз И деваться Было Некуда Вот Но об этом Я кстати Потом Расскажу Я обещала Рассказать Историю Своего Детства Историю Одной Вазы Но об этом Я расскажу Потом Вот И вот Эта книжка Что можно Делать С облаками Тут Во-первых Замечательный Стих Сам Просто Великолепный Стих И чудесные Иллюстрации Давайте Мы их Посмотрим Чуть Чуть Попозже Хотя Сейчас Десять Часов Еще Мне Мне бы Надо Закончить Вот Пока Приклеим Следующий Ряд Волос У нас Тут Что Подсохло Что Подсохло Подсохло У нас Неплохо Так Клеем На шериточках Еще Один Рядочек Так Мы Может Сегодня С вами И Прошьем Пользуясь Случаем Пока Я Одна Дома Так Небольшой Кусочек Свеженькая Салфетка Какой Операционный Все Прочищаем Берем Все Стерильно Чистенько Чтоб Нам Не было Ничего Лишнего Не угадала С кусочком Я Лишнего Так Лишнего Дальника Уже Чуть-чуть промазываем клеем Опять-таки рядочек Чтоб меньше сыпались наши волосики Совсем-совсем остальное мы все разотрем Так, уберем нашу затиралочку Втиралочку Кстати, собиралась на днях пошить новый рабочий фартук Я купила такую неудачную ткань себе на сарафан Да, я тоже очень люблю облака Сейчас мы посмотрим эту книжку У нас закончатся локоны Наклеим следующие У меня просто несколько этапов У этой куклы будут леплены ручки Например, и мне надо закончить с волосами, с краской Нарисовать личики куклам Потом вымыть стол И приступить к лепке Чтобы не было никакой шерсти Полный шипаричок Мы уже приближаемся к прошивке Уже картина вырисовывается Что у нас тут получается Уже прическа Я тут сейчас сразу промажу внутреннюю часть Чтобы потом, когда много волос было Она нам Не мешалась Кстати, таким методом Довольно-таки очень мало шерсти расходуется Перекладываем Очень недосохло Много клея было Такой Не очень Не очень Такой клетка Пальцем липнет С другой стороны Это хорошо Будет хорошо клеиться сюда И так Видите, как у нас быстренько процесс пошел Здрасте, здрасте Еще кусочек Еще один рядочек И еще кусочек А так Сразу все отклеим Ничего Тут Вот это вот Привет-привет Ты там присоединился, девочки У нас сегодня У нас сегодня Да, такое Ну, продолжение Я даже объявила о том Что это будет Так, давайте сделаем Перерыв Небольшой А потом продолжим Хорошо Я еще проклею Несколько рядочков Без вас Потом, когда будет прошивка Мы начнем с вами вместе Хорошо Давайте этот ряд доклеим Уже так, как у нас есть И надо пойти позавтракать Сделаем небольшой перерыв Совсем чуть-чуть Надо Ладно, давайте мы сейчас Немножко прервемся И я еще раз зайду